привет меня зовут николай и один из создателей проекта читай быстро в рамках которого мы стараемся понять что же такое быстрое и осознанное чтение иногда мне в руки попадаются книги которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей то есть со всеми вами так и родился этот формат 10 фактов 3 задачи из интересной книги сегодня у нас в гостях уже известный нам ранее майк миколовец книгой метод тыквы как стать лидером в своей нише без бюджета те кто регулярно смотрит выпуски или слушает выпуски читай быстро наверняка помнят что где-то в середине в конце июня мы встречались с майком когда на обзор попала книга стартап без бюджета это адаптированная русскоязычная версия в оригинале она называлась туалетно-бумажные бизнесмены и там миколовец застрял наше внимание на том что моё по крайней мере внимание он застрял очень сильно на том что нужно экономить тотальная экономия иногда даже доходя до абсурда в этом что нужно уметь отказывать о том что нужно уметь много работать брать ответственность на себя анализировать конкурентов продавать 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 и все у вас обязательно получится этого майку показалось мало и в 2012 через четыре года после стартапа без бюджета или туалетно-бумажных бизнесменов в оригинале он выпускает книгу метод тыквы как стать лидером своей ниши без бюджета мне показалось что она по сути является продолжением подхода майка к ведению бизнеса он тут рассказывает построение успешного прибыльного бизнеса и в качестве генеральной линии книги выбирает аналогию между суперской тыквой которая захватила все его внимание когда он ее увидел и в общем-то ну то есть фермерской сферой и предпринимательством вот продуктом аллегоричным на протяжении всей книги выступает гигантская тыква не похожие на другие интересное притягательное для людей вот и они ведь все люди приезжают специально на ту ферму где ее вырастили смотрят на нее рекомендуют друзьям знакомым и не обращать внимание на какие другие тыквы на этом поле и вот именно таким образом писатель проводит параллель с тем что в предпринимательстве вы тоже должны вырастить в эту самую супер тыкву на которую все будут приезжать посмотреть о которой будут рассказывать своим друзьям идея книги в общем то и заключается в том чтобы проанализировать свой продукт найти уникальность и достичь в этом всем таких высот чтобы у вас не смогли повторить и самая главная аналогия в том что вот для выращивания уникальной тыквы надо 7 определенных этапов то и для выращивания уникального бизнеса тоже нужны те же 7 этапов но у нас сначала будет 10 фактов потом я возможно быстренько очень пробегусь по тем семи этапам которые миколовец выделил отдельно и три задачи как обычно вина сегодня нет к сожалению если вы знаете почему оно должно было бы быть сегодня все еще кофе пару выпусков запишем в таком режиме и будем возвращаться к более приятным вообще подкастом когда вместе с книгой снова смогу ощутить терпковатый привкус да значит то что касается ну я очень биографиями коловица не буду особо рассказывать вам долго это ее можно будет прочитать или в описании под этим видео будет ссылка на текстовую версию и там подробно все распишем чтобы сейчас на этом не заостряться сильно долго перспективные семена это первый факт миколовец утверждает что основное время и основные силы на этапе идеи на этапе создания какого-то бизнеса нужно складывать в то чтобы найти это самое перспективное семя она находится на стыке двух вещей для каждого конкретного человека с одной стороны нужно выбирать из того что вас интересует но с другой стороны вы должны обращать внимание на то чтобы эта сфера была востребованной то есть вы как новичок представляете портрет идеального клиента своей будущей фирмы узнаете его потребности и предлагаете решение этим потребностям но делаете это все после того как точно даете себе ответ на вопрос что вас эта вся история интересует и вы хотите этим заниматься не сегодня на завтра только для того чтобы заработать денег готовы вкладывать в эту душу силы и на протяжении какого-то продолжительного периода времени мы часто об этом говорим потому что многие из авторов нонфикшн литературы пишут о том что вот настоящая искренняя заинтересованность в том что вы делаете она позволяет вам не выгорать максимальное количество времени и достигать успеха мегаловец говорит о том что мало того чтобы не выгорайте но еще и будьте уверены в том что эта история имеет хоть какой-то масштаб и кому-то кроме вас интересно золотая жила это уникальная комбинация качества цены и удобства для покупателя в области инноваций это и есть определение золотой жилы по мегаловицу он предлагает ориентироваться и концентрироваться на чем-то одном и об этом будет еще говорить дальше по книге для того чтобы не запутать клиента природная склонность это то чем человек занимается с удовольствием и необходимо объединить вышеперечисленные пункты со схематизацией организации процесса и определить свою идеальную нишу вот на стыке вот этих вот трех вещей удовольствия схематизации самого бизнеса и определение идеальной ниши и будет лежать та самая золотая жила как только вы выбрали перспективные семена и нашли золотую жилу концентрируйтесь все время на качестве как вот эта девушка со скрипкой они на количестве и тут вот это был один из первых свежих тезисов в книге фишка в том чтобы концентрироваться на качестве не только с точки зрения выпуска продукта а еще и с точки зрения того какие клиенты вас окружают мигаловиц говорит что плохие клиенты пагубно сказываются на ведении бизнеса в целом они отнимают время которое вы могли бы уделить хорошим покупателям и поэтому нужно ну если очень по-простому то составить список и вычеркнуть из них из этого списка тех кто не приносит вам прибыль неприятен в общении потенциально бесполезен в будущем и так дальше то есть такие с одной стороны достаточно токсичные клиенты с другой стороны без перспективные и работать только с хорошими клиентами качество хороших клиентов по мигаловицу это быстрые оплаты и регулярные заказы ментальная какая-то связь эмоциональная прощение ошибок и в общем то ну просто вот такая близость именно на этих клиентах он предлагает сконцентрироваться говоря кстати о том что плохих клиентов очень легко будет отсечь просто повышением цены то есть если это не ваш покупатель и он там в силу каких-то причин делает разовые покупки вашего продукта или услуги то скорее всего повышение цены его от вас отвадит и у вас останется только те кто привязан к вам не только вот этими сиюминутными покупками не только с покупками связанными с низкой ценой когда вы это сделаете у вас останется список правильных покупателей и вот эта следующая прикольная мысль нам текущая система программ лояльности и взаимоотношений с покупателем вдалбливает голову о том что клиент всегда прав есть одинокие возгласы экспертов и специалистов которые говорят да нет не всегда же клиент прав есть там вот ситуации такие такие а микаловиц пошел дальше он говорит о том что правильный клиент или правильный покупатель всегда прав для того чтобы понять кто такой правильный покупатель мы возвращаемся на факт назад концентрируемся на коль не на количество на качестве этих клиентов создаем вот этот пул правильных клиентов и возводим их мнение в значение абсолюта и как бы все время ориентируемся на это, потому что задача бизнесмена сделать своих именно лучших клиентов максимально счастливыми, чтобы удержать, чтобы развивать и себя, и их, и дальше с ними продолжать взаимоотношения. Микловиц говорит, что это делается благодаря сервису высшего класса, благодаря приятным мелочам, благодаря скидкам, выполнению поставок раньше указанного срока, благодаря красивым упаковкам, бонусам к покупке и всему такому, что мы привыкли называть вау-эффектом или всему такому, что работает на эмоциональном уровне, делая так, что вот этот вот правильный клиент, лучший ваш клиент, он всегда должен быть восхищен, заинтригован и у него всегда должно быть желание возвращаться к вам снова и снова за следующий, будь то книга, будь то какой-то продукт или будь то какая-то услуга. Это, кстати, очень важный момент, потому что многие предприниматели, они не решаются избавиться от части своих клиентов и, ну, он же ведь приносит деньги, ну чего мы будем это делать, и тут важно проанализировать качество, реально качество этого клиента, каждого из них, и после этого вы убедитесь, что многие из них просто, ну, относятся к вам безэмоционально потребительски, ждут максимально низкой цены и при любом удобном случае уйдут к конкуренту. И, в общем-то, они забирают очень много энергии, и в конечном итоге они там будут или в ноль для вас, или будут даже приносить убытки. Таких клиентов нужно не бояться убирать. И нужно не бояться, не бояться выслушивать обратную связь. Она может быть, конечно, вот такая, как на этом слайде, эмоциональная и малоинформативная от этого молодого человека, а может помочь вам улучшить сервис в результате непосредственного контакта с покупателем. Ну, как контактировать с покупателем и на каком этапе, каждый из вас, я думаю, знает гораздо лучше меня, в зависимости от типа бизнеса, услуги или продукта, которые вы предоставляете. Вы можете делать опросники телефонные, это могут быть почтовые опросники, это может быть личная встреча, может быть до того момента, как он принял решение о покупке, через некоторое время после завершения покупки, отдельная когорта людей, которые вот-вот должны были стать вашим клиентом и не стали, и вычленение причин, почему это произошло. В общем, любая обратная связь. Есть книга такая, жалоба как подарок, кажется, мы обязательно сделаем ее обзор, ну, вы уже можете понять, судя по названию, про центральную мысль о том, что очень хорошо, если вас хвалят и, в общем-то, хорошо, если на вас ругаются. Вы всегда получаете материал для того, чтобы стать лучше. Гораздо хуже и вообще критически плохо, если с вами не разговаривают. Если вы там продаете товар, просите оказать обратную связь, как-то пытаетесь коммуницировать с клиентами, а там просто белое безмолвие. Это значит, что это разовые покупки и никакой эмоциональной привязанности к вам, как к бренду у покупателя нет. И, в общем-то, отсутствие обратной связи – это самый тревожный сигнал, который только может быть. Инсайдерская стратегия – это один из вариантов вовлеченности. Миколовец говорит о том, что для того, чтобы сделать продукт максимально востребованным на рынке, привлеките потенциальных клиентов к его разработке. Я в нескольких книгах встречал, и все чаще встречал этот тезис, все чаще авторы об этом пишут, и с годами чем больше белого шуба вокруг нас, тем лучше этот метод работает. Как только потенциальный клиент оказывается вовлечен в процедуру разработки, он уже начинает сопереживать всем дальнейшим шагам, и он, в общем-то, ну вот эта ментальная связь в ваш товар, как его собственный товар, она очень сильная, и, ну, мало того, что вы реально получаете ответы от потенциальных клиентов, как и что вам нужно делать, чтобы они покупали, плюс вы еще выстраиваете даже на этом этапе вот такую прочную эмоциональную связь. Это позволяет, кстати, не только выпустить клевый продукт или услугу, это позволяет получить инвестиции до запуска производства. Если вы знаете про Федора Овчинникова, книга «И ботаники делают бизнес», человек, который запускал пиццерию, и сейчас там, по-моему, одна из самых динамично развивающихся пиццерий в мире, он запускал ее со своего блога, где пошагово описывал все, что он делает, как он устраивается на работу пиццейолой, коллегам, конкурентам, чтобы посмотреть, как у них это устроено, как он покупает первые помещения под кухню, делает там ремонт. И, в общем-то, вот это все с комментариями потенциальных клиентов, с вот этой вот душой на распашку, оно очень сильно привязывает большое количество людей к вашему бренду еще на этапе запуска, и дальше, когда вы запускаетесь, позволяет вам получить первых адвокатов бренда или первых амбассадоров вот из того комьюнити, которое просто за вами следило, просто читало, просто сопереживало. Инсайдерская стратегия – это очень крутой, и я думаю, что достаточно рабочий в 2019 году инструмент по созданию групп лояльности еще на старте, еще до того, как продукт увидел свет. Ну и, конечно, да, микросегментация, узкая ниша – это ключ к широким возможностям. Если бы вы выращивали одновременно тыкву, огурцы, баклажаны, арбузы, что-то там еще, возможно, у вас бы никогда не было вот той самой огромной тыквы, в которую все фотографируют и ради которой все к вам приезжают. Поэтому, если вы занимаетесь, если вы хотите вырастить лучшую тыкву, занимайтесь, пожалуйста, тыквами. Невозможно занять лидирующие позиции, если заниматься всем подряд. Ну, тут, с одной стороны, вы можете просто отсеять ненужные товары, подсчитав, какие приносят меньше дохода, но это очень простой путь такой. Гораздо сложнее, используя какие-то ваши визионерские качества, понять, а что же будет через год, через два, через три, и сосредоточиться на правильном направлении, на правильном товаре. В этом, возможно, и есть самая сложная история перехода из обычных бизнесменов в выдающиеся, тот самый good to great от хорошего к великому. Но если вы сможете правильно выбрать направление, вот эту правильную, выбрать узкую нишу и дальше двигаться в ней, не отвлекаясь по сторонам в течение одного, двух, трех, четырех лет, то результат не заставит себя ждать. Мысль в проброс о том, что не всегда компетентность и квалификация сотрудника означает, что он точно подойдет какому-то из ваших клиентов. У всех есть любимчики. И если вы уже доросли до того уровня, что у вас есть пул продавцов, то внимательно следите за выпадающими из статистики сделками. То есть он может закрывать достаточно хорошо, но потом ему по сделке, но ему попадается какой-то клиент, с которым он просто не находит общего языка, и этот клиент проваливается. Нужно за этим следить и вовремя перекидывать клиентов от одного продавца к другому для того, чтобы… ну в общем центральная мысль о том, что химия возникает на стыке не только компетентности и квалификации, а на стыке как раз вот этой эмоциональной привязанности и энергии. И за это не всегда ваш продавец, будучи хорошим, может отвечать. Просто может быть такой покупатель, с которым химии не случилось, и чтобы не потерять его, нужно это все перекинуть на другого продавца. Тогда все будет хорошо, и вы будете развиваться. Ну и схематизация процесса – это очень крутая штука, потому что излишняя свобода, она развращает, она расслабляет людей, и тут суть в том, что вы создаете простые, понятные к выполнению схемы, по которым сотрудники работают. С одной стороны, это очень ускоряет, упрощает процедуру обучения. Ну тут с одной стороны, конечно, разработка этих схем займет у вас достаточное количество времени, но если вы все сделаете правильно и максимально подробно, то после этого схемы начнут работать в автономном режиме. То есть люди по схемам будут учиться и будут понимать, на каких этапах, где они как должны работать. Это с одной стороны, и процедура обучения по схемам, и в общем-то дальнейшей их работы будет очень простая. А вторая часть об этом, ну как бы у миколовица не так очень в проброс указана, но схематизация, как правило, избавляет от эмоциональной привязанности. Когда вы берете какого-то нового сотрудника и начинаете каждого нового обучать как, в общем-то, подмастерье своего, вот показываете, как тут делать, как здесь, проводите его по всем этапам, то вы к нему эмоционально привязываетесь. И когда сотрудник начинает лажать, вы боитесь себе в этом признаться, потому что вы в него вложили как частичку себя и его все факапы, это и ваши факапы в том числе. И отсюда возникают вот эти все ситуации, давайте дадим еще один шанс, хорошая девочка пусть проявит себя и так дальше. А когда человек обучается по схемам, по брендбукам, по каким-то чек-листам, то если у него ничего не получается, он просто увольняется. И никакой эмоциональной привязанности нет. Это очень хорошо работает в тот момент, когда вы нанимаете уже далеко не первого своего сотрудника и не десятого, то тогда схематизация процесса, это именно с точки зрения HR, будет востребована. Ну а схематизация внутри бизнеса позволяет вам сделать так, чтобы люди, ну это вернее идеально подходит для тех ситуаций, где вашим сотрудникам не нужно думать, где он действует по схеме и в общем-то минимизирует свои ошибки. Если это какие-то творческие специальности или там вот, ну даже продавцов можно загонять в схемы, в принципе, с возможностью там импровизировать. Но если это что-то более творческое, дизайнеры какие-то или там копирайтеры условные, то тут конечно схематизация не очень сильно сработает, вернее может сработать даже в минус. Ну и десятый факт, это метод противоположности в том смысле, что клиенты устали, они даже не устали от однообразия, все бренды, продукты, торговые марки делают в своих нишах, все коллеги-конкуренты делают одно и то же. Из-за этого они сливаются в один общий поток, гул и плохо разделяемый шум. Микловиц говорит, что вы возьмите, узнайте детально, что делают конкуренты, развернитесь на 180 градусов и чешите абсолютно в противоположную сторону. Вот делайте кардинально противоположное тому, что делают конкуренты. Если вы слушаете этот выпуск подкаста из Украины, то вы наверняка знаете про Цитрус и вот можете вспомнить, насколько кардинально по-другому ребята выстраивали свое позиционирование по отношению ко всем игрокам на рынке, что позволило им из регионального продавца мобильных телефонов закрепиться на рынке как одного из лидеров по продаже и телефонов, бытовой техники и всяких прикольных гаджетов. Вот это вот как раз и есть Миколовиц метод противоположности про то, что нужно не плыть по течению, не действовать одинаково со всеми, а плыть против. Ну и в общем-то 7 основных вот этих вот частей, направлений выращивания идеальной тыквы, они выглядят следующим образом. Вы определяете сильные природные стороны, вы удаляете мелких клиентов, которых Миколовиц иногда называет гнилыми, вы все время продаете, как кстати и в туалетно-бумажных бизнесменах или в стартапе без бюджета, он тоже говорил о том, что продавайте в любых ситуациях, все время продавайте, 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 потому что продажа это кровь вашего бизнеса. Никогда не позволяйте никому ничему отвлекать вас, концентрируйте внимание на лучших клиентах, удобряйте и защищайте их и наблюдайте, как компания растет до гигантских размеров. Такой простой метод тыквы и такая простая история про то, как вырастить превосходную компанию или создать превосходный продукт, услугу, ради которого все будут приезжать к вам, фотографироваться с продуктом и покупать его. Три основные задачи, которые я по результату прочтения этой книги записал себе в букнот. Если вы не знаете, что это такое, это букнот, блокнот для осознанного чтения. Мы его периодически рекламируем. Мы его сами придумали, сами сделали и сами продали уже больше тысячи разных экземпляров. И суть в том, что он позволяет максимально, вот вы видите его сейчас на этих фотографиях, он позволяет максимально быстро структурировать информацию из книги, выписывать основные факты, выписывать задачи. На каждой странице еще вы можете увидеть различные советы по скорочтению, они на каждой странице разные. Ну и в общем, благодаря вот такой структурированности вы, самое главное, что вы носите три задачи, которые вы должны пойти и закрыть после того, как прочитаете эту книгу, какую-либо книгу. Ну и получается, что он вас вынуждает действовать и такой инструмент практического применения полученных знаний. Значит, первая моя задача – отсекать клиентов поднятием цены регулярно, раз в полгода, раз в год слегка увеличивать цену, таким образом избавляться от тех клиентов, которые сидят в, в общем-то, в этой низшей ценовой зоне только для того, что, ну только потому, что им это выгодно, но никак больше с нашим продуктом или услугой эмоционально не связаны. Не отвлекаться, особенно я себе записал в течение дня, принять технику управления временем по интервалам работа-отдыха. Их есть очень много разных. Смысл такой, что четко определить себе интервалы, там по 40 минут работать, 10 минут отдыхать и в эти 40-минутные интервалы работы закрывать максимальное количество задач. И вовлекать существующих клиентов в создание и запуск новых товаров. Нейминг, ценообразование, история, какой-то сэмплинг и все такое, что связано с новинками, чтобы клиенты обязательно в этом всем тоже участвовали. Такими были вот три основные задачи, такими были 10 фактов из Миколовица метода тыквы. Ну, в общем-то, ну, наверное, да, сначала все-таки стоит стартап без бюджета прочитать, а потом еще закрепить это все методом тыквы. Они по времени были написаны, стартап в 2008-м, а метод тыквы, по-моему, в 2012-м. Проект читай быстро. Буква.инфо, пока не ушли на букву.инфо, обязательно подпишитесь на канал, обязательно поставьте колокольчик, нажмите палец вверх, напишите комментарий, ответьте кому-нибудь на комментарий, поставьте лайк, комментарий, в общем, все то, зачем вы всегда приходите на YouTube. Можно проверить у нас скорость своего чтения. Буква.инфо слыша рапид, это бесплатный, в конце вы получаете сертификат, а также практические рекомендации, что делать с тем, чтобы улучшить свою скорость чтения. Если вы всерьез задумались над скоростью чтения, то обязательно приходите к нам на блог. Буква.инфо слышь блог, там про блокнот для осознанного чтения, там про рабочие титры.